Тавтологии имеют большое значение для алгебры высказываний. Они представляют собой схемы построения истинных высказываний, независимо от содержания и истинности составляющих высказываний. Так, для установления того, истинный или нет высказывания Саратов основан в 1590 году, Солнце вращается вокруг Земли, необходимо обладать специальными знаниями или заглянуть в специальную литературу. Но для выяснения значения истинности высказываний треугольника ABC прямоугольный, или треугольник ABC не прямоугольный, неверно, что информация о наследственных признаках хранится в генах, и в то же время эта информация в генах не хранится. Уже не нужно обладать знаниями ни в математике, ни в генетике. Вывод об истинности последних высказываний делаем, исходя не из их содержания, а из их формы, структуры. Структура первого из последних высказываний выражается формулой икс или не иск, а второго – формулой неверно, что икс и не икс. Легко убедиться в том, что обе эти формулы суть тавтологии. Данные формулы дают две схемы построения всегда истинных высказываний. И такова каждая формула, являющаяся тавтологией. Но главное значение тавтологии не в этом. Основное значение тавтологии состоит в том, что некоторые из них предоставляют правильные способы построения умозаключений, то есть такие способы, которые от истинных посылок всегда приводят к истинным выводам, а ведь именно такие рассуждения углубляют наши знания и обогащают их истинными сведениями. В частности, любая тавтология алгебры высказываний вида из Ф следует же соответствует некоторой общей схеме логического умозаключения. Поясним сказанное на примере следующей тавтологии указанного вида пропустив внешние скобки. Проверьте действительно ли данная формула является тавтологией, попытаемся выяснить, какой схеме логического умозаключения она соответствует. Схема логического умозаключения, описываемая данной тавтологией, часто используется в математических доказательствах. Она состоит в следующем. Допустим, что требуется доказать истинность некоторого утверждения. Предполагается, что истинное его отрицание. Затем доказывается, что имеется некоторое такое утверждение Б, для которого истинными являются оба утверждения из не а следует Б и из не а следует не Б. Доказательства истинности этих импликаций и зависят от содержания высказываний А и Б и устанавливаются на основании методов и законов той математической теории, к которой они относятся. Считаем, что истинность импликаций и установлена. Одновременный вывод двух утверждений. Б и не Б это противоречие, абсурд. Тогда утверждаем, что истинное исходное высказывание. Такой метод доказательства называется методом приведения к абсурду. Термин тавтология имеет греческое происхождение, составлен из двух слов. То же самое. И мысль, означает повторение одного и того же определения, суждения иными, близкими по смыслу словами. В тавтологиях, относящихся к математической логике, заключительной логической связкой является эквивалентность. Например, тавтология, представленная на слайде, выражает одинаковость форм, формул, в ее левой и правой частях, то есть имеется в виду семантическая одинаковость, выражаемая разными словами, формами, формулами. Совершенно аналогично в этом смысле арифметическое тождество дистрибутивности умножения относительно сложения, которое отражает ту же внутреннюю сущность посредством разных слов. И каждое из этих двух выражений является объективным законом, действующим каждый в своей сфере, первый — в сфере мыслительных процессов, второй — в сфере чисел. Каждый из этих законов несет объективную информацию об определенной части окружающего нас мира. Труднее в этом смысле истолковать тавтологии вида П или не П, из П следует П, П влечет Q из которого следует П, и тому подобные, но на них данный термин просто распространяется. Приведем некоторые основные тавтологии, выражающие свойства логических операций, а также тавтологии, на которых основаны некоторые схемы математических доказательств. Следующие формулы алгебры высказываний являются тавтологиями, закон исключенного третьего, закон отрицания противоречия, закон двойного отрицания, закон тождества, закон контрапозиции, закон силогизма как правило цепного заключения, закон противоположности, правило добавления антицеидента истины из чего угодно. Правило изложенного что угодно, правило modus ponens, правило modus torrens, правило перестановки посылок, правило объединения и разъединения посылок, правило разбора случаев, правило приведения к абсурду. Рассмотрим основные способы доказательства тавтологии, отметим что непосредственно из определений логических операций вытекает тождественная истинность первых четырех формул, для пятой формулы доказательство имеется в задачнике. Установим тождественную истинность двух формул, а для остальных проверьте самостоятельно, изучая тавтологии, важно уяснить, что имеется простой и надежный алгоритм, общий метод, позволяющий для любой формулы логики высказываний дать ответ на вопрос, является она тавтологией логики высказываний или нет, этот алгоритм состоит в построении ее таблицы истинности. Составим таблицу истинности данной формулы. Последний столбец таблицы, состоящий из значений истинности данной формулы, содержит лишь единицы, это означает, что данная формула, тавтология, доказательство тождественной истинности формул с помощью составления их таблиц истинности проходит автоматически. Приведем доказательства следующей формулы, рассуждая о тех значениях, которые формула может принимать, покажем что левая часть данной эквивалентности обращается в ложное высказывание тогда и только тогда, когда в ложное высказывание обращается формула, стоящая в правой части эквивалентности. Действительно, формула в левой части превращается в ложное высказывание, если и только если P истинна, а вторая импликация ложна. В свою очередь, вторая импликация ложна тогда и только тогда, когда Q истинно и R ложна. Итак, левая часть ложна в том и только в том случае, когда P истинно, Q истинно, R ложна. С другой стороны, формула в правой части обращается в ложное высказывание, если и только если конъюнкция истинна и R ложна. В свою очередь, конъюнкция истинна тогда и только тогда, когда каждый из конъюнктов истинен. Итак, правая часть ложна в том и только в том случае, когда P истинно, Q истинно, R ложна. Доказанное означает, что правая и левая части эквивалентности одновременно превращаются либо в истинные высказывания, либо в ложные, следовательно, по определению эквивалентности вся формула всегда превращается в истинное высказывание, то есть является тофтологией. Тофтологии, собранные выше, лежат в основе многих математических рассуждений, что уже обсуждалось в начале раздела посвященного тофтологии. Применение некоторых других тофтологий в процессе математических рассуждений будет рассмотрено позже. Тофтологии последующих теорем данного параграфа выражают свойства логических операций. Следующие формулы алгебры высказываний являются тофтологиями. Законы эдемпатентности, законы упрощения, законы коммутативности, законы ассоциативности, законы дистрибутивности, законы поглощения, законы демооргана. Пусть А и Б – произвольные конкретные высказывания. Рассмотрим два составных высказывания, получающиеся из частей данной эквивалентности при замене пропозициональных переменных конкретными высказываниями. Предположим, во-первых, что высказывание в левой части истинно. Тогда конъюнкция А и Б ложна, следовательно, по меньшей мере одно из высказываний А или Б ложна. Но в таком случае хотя бы одно из высказываний АА или Б истинно, следовательно, их дизъюнкция истинна. Предположим, во-вторых, что высказывание в левой части ложно. Тогда конъюнкция АА и Б истинна. Следовательно, оба высказывания АА и Б истинны, а их отрицания оба ложны, то есть дизъюнкция АА и Б ложно. Таким образом, для любых двух высказываний значения частей рассматриваемой эквивалентности совпадают. Следовательно, формула тождественно-истинна. Рекомендуется доказать самостоятельно тождественную истинность остальных формул этой теоремы, а также формул следующих далее теорем. Следующие формулы алгебры высказываний являются тофтологиями, которые отражают свойства импликации, эквивалентности и различные способы выражения одних логических операций через другие. Данный список можно продолжать бесконечно, но каковы же правила получения тофтологий? Отпишем два основных правила, которые позволяют получать новые тофтологии из уже имеющихся. Первое правило, правило заключения. Если формулы F и из F следует H являются тофтологиями, то формула H также тофтология. Доказательства осуществим методом от противного. Пусть формула F и импликация из F в H являются тофтологиями. Предположим, что формула H при этом тофтологией не является. Это означает, что существуют такие конкретные высказывания, что на них формула H принимает логическое значение, равное нулю. Но поскольку F – тофтология, то для этих высказываний формула F имеет значение, равное единице. Вычисляем логическое значение импликации, пользуясь соотношением из определения, получаем 0, что противоречит тождественной истинности формулы F – импликация H. Следовательно, предположение неверно. Тогда H является тофтологией, что и требовалось доказать. Правило заключения называется также правилом отделения или правилом modus panions. Второе правило получения тофтологии носит название правило подстановки. Пусть в формуле F содержится пропозициональная переменная X, а возможно, и другие пропозициональные переменные, и H – любая формула. Если в формулу F вместо символа X везде, где он входит в F, вставить формулу H, то получим новую формулу. Она обозначается S соответствующими индексами и называется формулой, полученной из F в результате подстановки в нее формулы H вместо пропозициональной переменной X. Например, если в формулу вместо переменной Y подставить формулу, то получим более сложную формулу. Если в ту же формулу вместо переменной Y подставить формулу Z, то произойдет просто замена переменной, в результате которой получится формула не сложнее исходной. Если формула содержит две пропозициональные переменные, а возможно, еще несколько, то можно определить одновременную подстановку двух новых формул в исходную формулу вместо пропозициональных переменных соответственно как одновременную замену прежних символов новыми формулами. Получающуюся формулу также обозначают S с индексами. Аналогично определяется одновременная подстановка в исходную формулу большего числа новых формул, трех, четырех и так далее. Второе правило, правило подстановки. Если формула содержащая пропозициональную переменную X, является тавтологией, то подстановка в эту формулу вместо переменной X любой другой формулы снова приводит к тавтологии. Доказательства осуществим непосредственной проверкой определения. Так как формула F является тавтологией, то она превращается в истинное высказывание при подстановке вместо всех ее пропозициональных переменных любых конкретных высказываний. Истинность получаемого высказывания не зависит от структуры высказываний подставляемых вместо переменных. В частности, вместо X может быть подставлено высказывание, которое само является конкретизацией формулы H на некотором наборе конкретных высказываний Z. Но это и означает, что тавтологией будет формула полученная в результате подстановки, что и требовалось доказать. Например, если в тавтологии на слайде выполнить подстановку новой формулы вместо переменной x, то получим новую тавтологию. Отметим, что правило подстановки позволяет рассматривать каждую из тавтологий, приведенных выше в теоремах не как отдельно взятую тавтологию, а как схему образования тавтологий. Значит, каждая из пропозициональных переменных в данных формулах может рассматриваться не как переменная, а как произвольная формула алгебры высказываний. Например, вторая тавтология из третьей теоремы представляет собой бесконечное множество тавтологий соответствующего вида, где на место переменных можно подставлять произвольные формулы алгебры высказываний. Два рассмотренных правила образования тавтологий, modus ponens и правила подстановки, будем называть основными. Существуют и другие правила, которые будем называть вторичными или производными правилами.